Пятое место в России по объемам доходов и уверенный рост валового регионального продукта. Таким для Кубани стал 2014. Скептические прогнозы не оправдались. Экономические показатели региона в постолимпийский период ничуть не снизились. На селекторном совещании Александр Ткачев вместе с вице-губернаторами, мэрами городов и главами районов подводит промежуточные итоги. Положительная динамика практически по всем отраслям. Промышленность, сельское хозяйство и, конечно же, курортно-туристическая отрасль. Мы по итогам 9 месяцев, сейчас у нас есть уже и данные 10, мы также уверенно 5 место в Российской Федерации занимаем. Но если мы вернемся лет 8-10 назад, мы были во второй десятке по объему собственных доходов налоговых и неналоговых. Конечно, это системная работа, она дает результаты. Тем не менее, это не повод, чтобы расслабляться, говорит Ткачев. На 2015 задача стоит еще серьезнее. Краевая казна должна составить порядка 238 миллиардов рублей. Более половины этих доходов традиционно формируют налоги на прибыль и НДФЛ. Однако с последним в этом году ситуация сложилась, мягко говоря, странная, докладывает губернатор Иван Перонко. Динамика поступления налога на доходы физлиц оказалась самой низкой за последние 10 лет. Причиной тому зарплаты в конвертах. Ведь насчитывается НДФЛ как раз с официальных цифр в декларациях. По серым схемам, недобросовестные предприниматели искусственно занижают зарплаты. В результате долги по этому показателю больно бьют по бюджету региона. В настоящее время общий долг по поступлениям НДФЛ по краю уже больше полутора миллиардов рублей. То есть почти на 400 миллионов больше, чем в прошлом году на эту дату. Нам что, эти полтора миллиарда лишние, что ли? Мы что, посчитали, что теперь мы не должны изымать этот налог? В 21 веке теневые схемы, уход от белых зарплат, я понимаю, что, наверное, это выгодно. Наверное, это здорово, слушайте, не доплачивать десятки миллионов рублей, а для кого-то это сотни. Но, напоминаю, это уголовно наказуемо. Эти вещи, как правило, не очевидны. Можно посмотреть статистику, и пару таких публичных, а может быть и больше, с десяток, таких расследований нужно провести, чтобы неповадно было никому. Недостающие миллионы – это благоустройство городов в крае, создание современной инфраструктуры и, конечно же, повышение зарплаты бюджетников. В будущем году более 70% региональной казны пойдут на развитие социальной сферы. Только на зарплаты работникам в 2015-м направят почти 20 миллиардов. По дорожной карте у нас в 2016 году должно быть увеличение заработной платы только в сфере здравоохранения 200% от среднекраевой. То есть в среднем врачи должны получать 80 тысяч рублей, медицинские сестры – 50 тысяч рублей. То есть мы понимаем реально, ради чего эти деньги собираются и куда будут вкладываться. И плюс еще строительство новых детских садов. Поэтому ради кого и ради чего идет сбор налогов и удержка задолженности, я думаю, вы реально понимаете. Зарплата должна выйти из тени, настаивает губернатор. На учет необходимо поставить все незарегистрированные предприятия и организации из других регионов, которые сегодня работают на территории края. Ответственность за ликвидацию налоговой задолженности лежит на всех в равной степени – главах городов и районах, налоговых органов и судебных приставах. Терять любые источники доходов в бюджет просто недопустимо, отмечает Ткачев. Особенно сейчас, когда экономика страны замедляется. Спрогнозировать будущее довольно сложно. Скачки курса рубля, инфляция, эксперты расходятся во мнениях. Но даже в этих трудных условиях Кубань должна быть на передовой и повернуть ситуацию в свою пользу. Вызов, который Россия принимает, это, безусловно, и риски, с одной стороны, но с другой стороны, это уверен, убежден сделать нашу страну крепче. Мы должны в это время, естественно, не отсиживаться, быть на передовой и, естественно, делать свою работу четко, слаженно и мобилизовать не только экономику, но и весь руководящий актив нашего края. Нацелив на понимание того, что этих процессов – платить налоги четко, вовремя, не сокращать производство рабочих, заниматься поиском, созданием новых видов продукции. Если мы потеряем нюх и перестанем крутить велосипед, педали, то, значит, грош цена каждому и всем. 15-й год будет непростым и для края, и для России, прогнозируют специалисты. Впрочем, ситуация такая будет временной. Беззаконы финансового рынка действуют почти как и законы природы. А значит, после экономического шторма должен наступить экономический штиль. Преодолеть все эти временные трудности Кубани по силам, отмечают также экономисты. Ведь за многие годы в крае наработали достаточный запас прочности.